продолжаем знакомство с конструкцией значит основа обмотчика это ступица который имеет неподвижный вал он же будет опоры и собственно сам корпус которым крепится платформа с вальцами данные ступица над какой-то сельхозтехники в ней вал два подшипника и вот это собственно труба можно принципе изготовить такую самостоятельно либо что-нибудь купить похожие далее редуктор этот редуктор от бензопилы урал он был на пуст качестве 40 вот здесь лавы от стартер от якоря с бендиксом как здесь соединена это может сказать эксклюзив я еще не показывал такое чтобы проще всего соединить редуктор вот он стоит вот здесь на этой штуке крепится все то есть по сути он навесут над этой жестко не связан вот пальчики вот поперечинка все пальчики раз зацепляется за пальчики освещение упала за пальчики и общем все это дело крутится вот и вращаю вот теперь все это дело за зацепление вот все эти назад она пойдет надо вот назад провернула натошла назад вот это вот это под сцепление бензопилы а вот это просто такая большая труба была она разрезана смешнутые подобного под под это сцепление потому что сама на тоненькой наверно можно не пробовать приводить к сцеплению но для надежности прихвачена толстая труба это вот этот поперечинка которые в сцеплении пальчика два на принципе того какого-то одного хватит вот это все равно висит на этой вот пластине то здесь можно открутить и она снимет свободно далее здесь у нас это середка это середка вот вот скрипного колеса там не убрал еще какой-то и соединено подходящей трубочкой есть проволочка здесь болтик то есть тоже все это снимается сама на по моему здесь приварена да вот это ступица на приварен к этой то есть можно снять редуктор этот валик это уже не разборные получается далее здесь также вот получается это наверно приварена здесь ну короче с помощью втулочек подобно на под посадочной этой шестеренке то есть тут не грамота карте только болгарка и сварка и от сверкли них некоторые в общем валик под подшипники и там и не помню на валик данная шестеренка и уже она крутит большие шестеренки весит натяжная такая она ненатяжная просто не висела так она ничего не натягивает на же сверху тянулась маленькой так вот собственно платформа чуть больше изготовлена по размерам на ней крепятся деревянные бруски это поршневые пальцы т-40 старые ржалые туда солидорчик сверху такие крышки что пальцы не выкладывали это легонько ходит хотя я кому даже их и не могу ничего вот значит по вальцам пальцы 80 сантиметров у меня рулон где-то 75 так расстояние между ними 40 сантиметров в принципе достаточно по такой диаметр 100 сколько не что 8 до то есть если будет побольше можно чуть шире их разнести там буквально но сильно не надо потому что если рулон будет сплюшнутый допустим при при узке там деформируется он как бы проваливается и застревает можно наварить прутки чтобы рулон не буксовал его приходится руками проворачивать пленка шла при ручной обмотке мне это принципе не проблема но если как вы говорите будет с двигателем то будет холостые обороты подачи пленки сдвига не будет но можно добавить прутков в основном по траве круглые рулоны идут нормально не буксуют даже на гладких но когда уже зацепление пойдет пленка там несколько оборотов сделать ровно да уже зацеп хороший с пленкой так и здесь встречу селенки тоже от приварено просто есть пластина пальцы приварено пластини вы решите ленка плюс-минус отцентрировано все крутится туда нафиг поворачивается настойчиво держать ее холодно значит по вальцам значит но я думаю где-то вот где-то вот 80 120 миллиметров диаметром будет достаточно где-то так просто 120 раз меньше тоже делать нам ни к чему как площадь зацепа будет меньше будет надо буксовать сначала делала 45 расстоять между центрами но слишком далеко проваливается потом переделал брусочек под 40 так по передачному отношению как и сказал сдвиг должен быть 100 110 миллиметров у меня получается где-то 116 но это достаточно при растяжении пленка на сужается поэтому здесь не кратно пленки это идет чуть меньше на сдвиг соответственно как вы высчитать передаточная окружность вальца в миллиметрах делим на 100 110 миллиметров но в моем случае передаточная 292 около 3 вот на редукторе 175 и тут шестеренки 15 и 25 поэтому так вот удачно я ничего не как бы искал то есть были наличие шестерни так удачно совпало все собралось четко было очень напомню 19 такая ведущая но она не потребовалась то есть собрал дома весь металлолом вот так удачно все это собралось и редуктор шестерни на ее вальцы тоже оптимального диаметра оказались наличие собственно все так так что смотрите какой у вас какие материалы есть и наличие прикидывайте киевом требуется шестеренки редуктора редуктор бензопилы можно использовать просто конический шестерень с дифференциала сателлиты просто в открытую и закрепить одну шестеренку на вал центральный а другой уже на горизонтальный вал который будет стоять на подшипниках на одном конце конической на другом приводная звездочка все это можно оставить в открытом виде износ там что за вас не дождетесь сверху на ты чтоб солома не сыпалась можно смазать то есть либо использовать какой-то имеющийся готовый редуктор есть такого ничего нету это будет работать в общем так вот не знаю что еще добавить вроде бы все рассказал и там в старых видео что там все же там половина сам не помню пока из видео узнаю своих же такого где-то но условно где-то дней 6 у меня на его построить 6 дней там по несколько часов в день буквально потому что больше всего времени ушло на просто продумание конструкции потому что чтобы посмотреть было нереги на тот момент и основная задача была собрать просто из металлолома чтобы попробовать как все это дело будет работать поэтому так сделано просто топорно без каких-либо особых затрат и изяществ просто была задача попробовать как и все наши будет крутиться готовится в общем как то так